Приветствую вас, а давайте разберем ваш вопрос. Как стать смелее и увереннее? Усталось лучше, чтобы надо быть увереннее. Это начинает раздражать. Как мне стать смелее и увереннее? Спрашивает анонимный человек. Анонимный пользователь. Поэтому. Вообще, я бы сказал, что уверенность как самоцель является довольно-таки странной мотивацией для осуществления какой-либо деятельности. Потому что уверенность предполагает отсутствие сомнений, а отсутствие сомнений предполагает крайне ригидное восприятие реальности. Я бы не сказал, что здесь так важно именно отсутствие уверенности. Я бы сказал, что гораздо важнее то, на что вы обращаете внимание, будучи в состоянии сомнений. Дело в том, что сомнения сами по себе хорошая вещь. Она помогает нам анализировать какие-то вещи, она помогает нам анализировать какие-то факты, она помогает нам смотреть на реальность, скажем так, несколько более лучше, чем это могло бы быть. То есть в этом смысле сомнения нам идут только на пользу. Вот. Понятно, что... Ну понятно, что если сомнения начинают... Ну, если начинают, начинают доминировать, если начинают, если начинают, начинаются, скажем так, какая-то доминация, доминация, например, сомнений, если происходит, ну вот, то само собой ничего хорошего в этом нет. Я здесь не пытаюсь говорить о том, что эти... что сомнения нужно как-то, ну в этом смысле, как-то культивировать. Вот. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я больше здесь, наверное, говорю про другое. Я здесь говорю о том, что отсутствие, так сказать, чистого воспринятия реальности, отсутствие чистого решения по какому-либо вопросу, да, не является основанием для его не принятия. То есть здесь проблема, скорее, заключается в том, что вы обращаете внимание только на свои сомнения. Вы обращаете внимание на свои сомнения, но не обращаете внимание на то, например, чего вы хотите. Вы обращаете свое внимание на, допустим, неуверенность, да, и полностью в этом смысле забываете о том, например, что вам хочется. Вы забываете о том, например, что вам нужно. Вы забываете о том, например, что для вас ценно. Вы забываете о том, собственно, а что же вас в этом смысле, вообще-то говоря, изначально мотивирует. Ну, мотивирует на то, чтобы какой-либо вопрос стал таковым. Вот. Таким образом, сомнения являются в некотором смысле индикатором важности того, что мы делаем. Если сомнений много, то, скорее всего, желание не такое сильное. Если сомнений мало, по крайней мере, по ощущениям, потому что сомнений не бывает на самом деле больше или меньше. Вот. Если сомнений мало, то, на мой взгляд, желание сильнее. Вот. Поэтому я предлагаю относиться к сомнениям немножко по-другому. Я предлагаю относиться к сомнениям, как, скажем так, необходимому фильтру. Вот. То есть пусть это будет, пусть это будет. Необходимый фильтр того, что вы хотите. Но ни в коем случае не призыв к действию, ни в коем случае не призыв к тому, чтобы, там, допустим, чего-то не делать, да? Вот. Это очень важно, на мой взгляд, зафиксировать. Очень важно. Очень важно на это обратить внимание. И обращать внимание не только на сомнения, да? Вот. Ну и на то, чего вы, собственно, хотите. Вот. Как мне кажется, по крайней мере, это довольно важный аспект, на который необходимо обратить вам свое внимание. И, исходя из этого, уже принимать решение. То есть, именно, чтобы смотреть на то, например, чего вам хочется, смотреть на то, что вам нужно. Вот. Смотреть на то, в каком направлении вы хотели бы двигаться, ну и так далее. Вот на это, мне кажется, очень важно обратить внимание. Но сами по себе сомнения, я продолжал на это настаивать. Сами по себе сомнения являются, на мой взгляд, вещью довольно-таки полезными. Вот они помогают нам оценивать, они помогают нам смотреть с разных сторон на то, что происходит. Вот. И, на мой взгляд, большое количество сомнений, когда, ну, когда вы чувствуете, что сомнений много, свидетельствует о том лишь, что речь идет не только о желании, например, как-то поступить. На мой взгляд, это следует о том, что здесь зафиксировано, скажем так, что-то еще. Какой-то еще момент здесь имеет место быть. Какие-то еще тенденции имеют место здесь быть. Ну, понятные вопросы. Вопрос заключается в том, какие именно потребности, какие именно желания в сомнениях еще есть. То есть, ну, то есть, что конкретно, что, ну, что происходит конкретно, да? Вот. На мой взгляд, опять же, это нужно корректировать. То есть, главное, надо просто развивать в данном случае свою внимательность. Вот. И, в общем, в целом, я бы сказал, что в этом направлении работать. Естественно, если вы в этом заинтересованы, более уверенный в привычном вам понимании этого слова, вы, конечно, не станете, но вот более естественно, более естественно, более свободно, вполне. Но это определенная работа над собой. Если готовы, вы можете обратиться к психологу на нашем сайте, выбрать себе любого, кто вам придется по душе, и начать работать. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Только есть у меня к вам такая вот небольшая просьба, вот, которая заключается в том, чтобы вы не строили каких-то ожиданий у вас по возможности. Не было этих ожиданий, вот, потому что, как вы сами можете видеть, все не совсем так однозначно, как вам изначально кажется. То есть, сейчас, сейчас, для меня ситуация выглядит таким образом, что вы пытаетесь достичь определенного состояния. Вот прям определенного состояния, пытаетесь вы достичь, по достижению которого, то есть, если вы этого состояния достигнете, то вам будет хорошо. Ну, должен вам сказать, в любом случае, что какого-то такого чистого состояния, при условии того, чтобы вы, ну вот, психологически здоровый человек, да, психически здоровый человек. Я бы сказал, что чистого состояния достигнуть на постоянной основе невозможно. На постоянной основе, у здорового человека, у здорового человека, а? Состояния меняются. Они меняются. Они меняются. Эти состояния. Здесь у него то состояние уверенности, когда желание сильное, чего-либо. То состояние напротив сомнений, когда желание сладает. И, опять же, для человека в норме, это вполне естественно. Поэтому просто я бы вам рекомендовал смотреть шире на себя и на то, что с вами происходит. Удачи вам! Всего самого доброго!